Уложила волосы, волосы, конечно, вообще ужасные, не знаю, надо как-то их лечить, вот, чуть-чуть пыталась подрунять, потому что на уровне было пипец, ну, как-то так, я не знаю, вот, пробки сделала вчера, не знаю, видно вам или нет, Спасаюсь масками, кремами, как могу, устанавливаю кожу, умывалками, надо пойти мне, кстати, купить новую умывалку, мне, кстати, очень понравилась вот эта L'Oreal, что я купила за 5 евро для умывания, она именно увлажняет кожу, кожа становится вот мягенькой, приятной на ощупь, вообще, вот сколько я брала до этого, да, там, гарнир, гарнир и так другие фирмы, Там для умывания вообще нет, она сушила кожу, а это именно маска L'Oreal, ну, не маска, а гель для умывания, так скажем, вообще классно, мне очень нравится, так что всё, будем уже выходить, включимся на перерыве, до встречи. Всем огромный привет! Почему мы без шапок? Потому что мы не знали, что такая погода за окном, мы думали будет тепло, но оказалось нет, смотрите какой снег, тупо хлопья, хлопья снега. Вообще, последний раз подобный снег здесь, в Германии, был 8 марта 23 года, я вот помню, мы вышли на курсы в конце февраля, и был снег, минус 2 на улице. Да, в погоде пишется, что снега нет. Забыла я шапку, но я не думала, что такая погода будет. Ну, я тоже не думала. Что она сделала, но очень, я не посмотрела, а потом уже, когда вышла, посмотрела... У нас забастовка, как и, в принципе, наверное, во многих землях и городах Германии, тракторы сигналят там вовсю. Хотя автобусы ходят, это именно вот что-то с трактором связано. Да, я увидела видео, короче, в инстаграме попалось, что тракторист, его пыталась полиция окружить, и он тупо трактором на машину, на полицию ехал, и чуть на людей. Ну, на полицию ехал, да. Это где такое? Я не знаю, это сайте взяты. В инстаграме я видела? Ну, там, я не переговорила. Ну, у них забастовка, ну, денег хотят, зарплату хотят, чтобы повысили. Потому что много тракторов поехало, ну, как бы, да, вот. Вот, действительно, что удивляет, это то, что пособие повысили, да, на 61 евро, а заработную плату просто на копейки какие-то. У людей, как мне кажется, просто теряется мотивация работать, потому что, ну, реально, если большая семья, то они думают, тю, мы такое пособие хорошее получаем, а смысл нам идти работать? Я сейчас не говорю про украинцев, я говорю вообще, в принципе, про всех, кто получает пособие. Мне кажется, что все-таки это как-то неправильно. У людей реально нет мотивации. И, ну, многие реально хотят оставаться на пособии. Я опять повторюсь, я не про украинцев, я не говорю за всех, но мне кажется, что реально теряется мотивация. Конечно, теряют платежи трактористов. Я не понимаю, почему, почему все так. Сейчас повышаются, наверное, цены, да, заправить тот же трактор. Конечно. Далеко, расстояние, я не знаю, где они зарабатывают, поле, а не поле, я не знаю, но сама суть. Прокормить свою семью. Ну, оплатить все счета, кредиты, страховки, я не знаю, что. Да, заправить тот же трактор. Жилье. Ну, короче, это не только. И также, я думаю, эти же автобусы, которые часто забастовки делают. Также я слышала, что учителя в последнее время в Германии по разным школам, ну как, они собираются какими-то там районами, и вот учителя собираются и делают забастовки. Вот кто напишет, слышали вы такое или нет? Я вот слышала, вот не знаю, правда или нет, но публикации часто попадаются. Поэтому я отчасти понимаю людей, которые работают, и их возмущение вот вам там повысили, вы не работаете, а у меня вот зарплата минимальная, мне вообще ее не повышают. Мне кажется, что, конечно, должны были бы делать наоборот, повышать минимальную зарплату, чтобы у людей было какое-то стремление не сидеть на пособии, а идти реально работать куда-то. А так, конечно, когда все условия для того, чтобы сидеть на пособии и не чувствовать себя плохо, то, конечно, это такое себе. Ну да, когда у человека минимальная зарплата, он еле-еле вытягивает, так скажем, да, допустим, та же аренда квартиры, коммуналка, так дальше налоги, как говорится, это все вместе. Ну, с другой стороны тоже, вот нам подняли пособия, я еще раз повторюсь, подняли цены на свет, продукт, продукт. Ну, то же самое, что и у тех, кто у нас работает, только нам подняли пособия, а им зарплату подняли там на сущие копейки. Да, в этом плане, да, я им все чувствую, конечно, я надеюсь, что они добьются своего и что-то изменить. Вот Наташа рассказывала, что у ее отца, ну, много здесь же знакомых, в нашем городе и, в принципе, да, по Германии. И многие всю жизнь на пособию просидели, по сей день они уже тоже сидят. И вот Настя мне вчера спрашивает, Аня, ты, говорит, ты смогла бы так вот всю жизнь просидеть на пособию? Я вообще не задумываясь сказала нет, ну, потому что, ну, это просто-то, помимо того, что это деградация, ладно, вот мы хотя бы ходим на курсы, да, это хоть какое-то развитие и, ну, ты пределе в любом случае. Конечно. А сидеть просто постоянно изо дня в день и ничем не заниматься, не иметь денег там на путешествие, ну, потому что все равно, ну, нет, пособие хорошее, ну, его хватает, да, там, на еду, купить какие-то необходимые там вещи те же, да, какие-то средства, гигиены и так далее. Но для нормальной жизни, там, попутешествовать, купить себе какую-то технику, этого же не хватит. И как можно деградировать и сидеть просто постоянно на пособии, как? Я тоже не понимаю. И мы здесь тоже знаем людей, которые, там, один муж работает, она сидит дома. Что можно делать дома? Ну, я не понимаю. Причем еще возраст такой, что еще работать и работать. Да, я же говорю, знаю, многие, которых, те же женщины, да, там, рожают, и они годами будут сидеть. Ну, опять-таки, почему? Потому что все условия сидеть на социале. Каждый раз повышается пособие хорошо, оплачивается жилье, страховки и так далее. Но все равно, Аня, я не вижу смысла здесь быть, ты знаешь, ты пройдешь здесь жизнь. Можно добиться чего-то, реально. Да, просто жить, существовать, я так скажу. Да, окей, квартиру оплачут, хорошо, но ты все равно должен для себя в чем-то развиваться, заниматься куда-то, пойти на работу, заработать себе хоть какую-то минимальную заплату. Ну, видишь, у большинства мнение какое. Смысл мне идти работать, если пособия хватает полностью и, ну... Тем более, если каждый год одно и то же, ну, я не вижу такого принципа сидеть вечно на пособии, выжидать, что мне оплатят квартиру, то все. А как же в дальнейшем работать, развиваться, куда-то путешествовать, хоть что-то заработать? Я не говорю, постоянно путешествуют. Даже, допустим, по Германии где-то поездить, не у всех даже, допустим, тот же билет, окей, купили, но где-то побывать в классных музеях, не в музеях, в кафе, в ресторан за эти, где-то погулять. Ну, почему? Нам один немец, русскоговорящий, доказывал, что без денег можно вообще классно проводить время здесь, в Германии. Не знаю, я много публикаций смотрела, куда не пойти надо. Везде нужны деньги. Куда-то даже зайти, там чай тот же купить, это деньги. В музей платный хороший попасть, это деньги. Просто погулять по городам, конечно, ну, купите только билеты и гуляйте себе. Кстати, вот, слышно. Ну да, сигналят. В общем, сейчас погрею руку и сейчас к вам включимся. В общем, снежок уже почти закончился. Настя, а как впечатления после каникул на курсах? Да не знаю, как-то обычно. Если нет, нормально встала, хоть такое, спала, то не спала. Ну и вообще, какой-то бред, снится, кошмары какие-то. Да, но сейчас, как ты заметила, у нас урок начинается не в 8.30. Все собираются, даже, кстати, приходит в 8.40 где-то так. И учительница начинает урок где-то сколько, в 9.10, 9.20, ты заметила? До этого просто молчала, общались, когда урок начался. В понедельник решили, что накроем стол, можно так сказать, не знаю как. Ну, в общем, там в классе что-то купим. Ну да, так решили, что каждый что-то принесет, договоримся, спешимся в руки. Ну, пора давать учительницу. Да, спросили, когда вы хотите, она сказала, давайте в понедельник. А во вторник у нас экзамен будет. Политика. Политика, да. 300 вопросов. А в понедельник, я поняла, что она даст пробный тест. Да? Да, она даст пробный тест, поэтому на паузе она сказала, быстренько посидим. Типа отметим. Думаем, что уже результаты скоро придут, экзамены. Я думаю, сегодня, завтра, послезавтра. Я думала, что в среду придут. Ну, посмотрим. Ладно, ребята, будем идти уже на курсы, загружать вам видео, потому что там Wi-Fi. И до новых встреч. Все, всем пока. Пока.